Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного солнечного Петербурга. Вчера у нас облачно было, то дождик, то солнце. И ночью шел дождь. Такой красивый ночной дождь в свете фонарей. Такой, знаете, дождь, на который приятно смотреть из окна. Я вот думаю, вот это здание, вам ничего не напоминает? Вот это здание впереди. Может, я ошибаюсь? Местные жители меня поправят. Это неизвестный офис, но похож. Не знаю, может быть, это и не офис. Может, это совсем другое здание, не имеет к этому никакого отношения, но похоже. Так, а мы находимся, улица Гранитная. Я смотрю, что там новостройки, а здесь старый пункт. Вот, ребят, старенькие дома, которые мы улиц сейчас посмотрим. Между домами и дома посмотрим. А почему я вам хочу показать этот райончик? Добрый день, друзья. Добрый день. Хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо за лайки, за комментарии. Всем летит приветик. За каждый лайк летит вам отдельный приветик. Обратите внимание на район. Одни пятиэтажки. Где-нигде там девятиэтажка. И это у нас улица Гранитная. По-моему, 40, 36 дома. Кстати, вот здесь новый трамвайчик бежит. И здесь недалеко метро Новочеркасская. Когда мы в конце видео посмотрим на карте, где это, вы поймете, что это совсем близко к центру. Пару остановок в метро. И так удивительно. Центр рядом. А здесь пятиэтажки. Ой, какое прекрасное у нас небо голубое сегодня. Хорошего дня, ребят. Хорошего настроения. Жарко. 25. Вроде бы у нас ближайшие дни 24 и 26 опять даже были. Хочу показать вам разнообразие пятиэтажек. Дело в том, что есть уютные пятиэтажки, а есть не очень уютные дворы пятиэтажек. Вот это сколько у нас. Это, наверное, девятиэтажка даже. Вот как раз в такие дворы мы приехали. Трамвайчик побежал. 30-й Александра Невского. Да, кстати, тут проехал и метроплощадь Александра Невского. И этот центр уже. Только не путать с Невским проспектом. Мы первый год какие-то по метро активно пользовались. И куда-то там из одного района в другой и думаем, о, площадь Александра Невского. А этот что-то с Невским проспектом. Знаете, да, Невский проспект. И поехали. Оказалось, что это... Нет, Невский проспект. Это центр как раз. А площадь Александра Невского. Это рядом. Тоже центр, но другая станция метро. Вот пятиэтажки, ребят. К чему я говорю. Есть пятиэтажки. Дворы ухоженные, прозрачные. Как-то кустики подстрижены. А здесь... Ну, кстати, вот еще какие-то даже цветочки обнаружились. Ну, мы вот так проехали этот двор. Завернули на следующий там между дворов. Вот такие дворы, они более заросшие. Вообще, видите, клумб нет. И они неуютные. Вот меня заставить здесь купить квартиру, извините, ребят, нет. Хотя, смотрите, парадные покрашены. Вход когда-то был покрашен. Лестница написана. Не парадная. Лестница номер два. Квартир на этаже. С 21 по 24. Вот квартир сюда в пятиэтажках мало. Но здесь как-то темно. Посмотрите, первые этажи. Эти деревья все им закрыли. Вот, посмотрите, где? Сплошная тень. Даже не только первые этажи. Там, наверное, до четвертого все закрыто. И вот это что, заросли. А потом мы там проехали. Во дворах на скамейках. Ну, сидят такие люди. Сами понимаете, какие. Явно с алкогольной зависимостью. Скажу, как есть. Просто они никакие. Они уже как бомжи выглядят. Их там 4 или 5 человек. Что-то они с какими-то непонятными сумками или еле ходят. Я даже вот туда сейчас и не пойду, наверное, с вами. Но видите, комбы здесь нет. Не знаю. Вот балкончик аккуратненький. А там... Я понимаю, что это, скорее всего, пятиэтажки, в которых когда-то бабушки получили с дедушками квартиры. И так и живут. В общем-то, что они тут все вместе выросли. Здесь знают все друг друга. Дети здесь выросли, их внуки. Девушка гуляет, собачка, и хорошо. Но, не знаю, для меня так неуютно здесь. Хорошо, хоть кустов нет таких, знаете. Значит, районы пятиэтажек мы с вами тоже делим. На уютные и неуютные. Мы, кстати, недавно с вами были в уютном районе пятиэтажек. Здесь как-то грязновато. Несмотря на то, что локация на карте, вы видите, вполне симпатичная. В смысле, к центру близко. Так, вот это, наверное, школа. А вон они сидят. Я даже туда не пойду. Вон они сидят. Ой. Сейчас не хочу снимать, портить общий вид. Общую картину. Какой-то... Ой, не знаю. Ну, сидят, никого не трогают. Это радует. Хорошо, если никого не трогают. Во-вторых, детские площадки. Вот эта детская площадка. Вон какая-то железка стоит заброшенная. Ну, не знаю. Я удивлена. Вот есть в Петербурге такие районы. Причем не где-то окраина, как все думают. Недалеко от центра. Где тут машины ставить? Ой, посмотрите, воробьи. Ой, воробьи, голуби. Голуби купаются. Вам тепло, да? Ну, все, жара идет. Это да. То, что идет жара, это точно. Вот, посмотрите. Вот двор заросший какой-то. Так, Лена, хватит критиковать. Вы делаете свои выводы, ребят. Смотрите. Ну, я думаю, что это явно не те пятиэтажки, которые бы я вам рекомендовала. Хотя мы обязательно посмотрим, сколько здесь стоит недвижимость. Надеюсь, хотя бы ценой они могут удивить. И здесь не так дорого. Вообще, в этих старых домах можно купить двушечки. Такие маленькие. 46-48 квадратов. Подешевле. Не знаю. Конечно, когда ты тут уже живешь много лет. Там, например, дом был новый. Вы были молодые, заселились. Вот прошло уже там сколько? 20 лет. Или 30. Вы выросли, дети ваши. Вы выросли. Дети ваши выросли. Уже и внуки выросли. Вот бабулька идет туда и нормально. Поставила кирпичик. Чтобы воздух был. Ну, молодежь даже гуляет. Ну, в таких районах в основном пенсионеры уже, конечно, такие бабушки, дедушки, я уже вам рассказывала. И внуки, которые к ним приходят. Вот это неухоженность. Я понимаю, что один человек этого не сделает. Это нужно, чтобы, не знаю, дом правления, или что здесь, жилищные какие-то комитеты. Есть же, наверное, кто ухаживает за такими районами. Это больше на школу похоже, наверное. Вот этот двор хоть как-то. Солнце еще сегодня хорошо. Так, адреса мы посмотрели. Посмотрим, сколько стоит здесь недвижимость. Потом вы увидите место расположения. Неплохой. Ой, котик гуляет. Здесь это котик много. Ну, видимо, когда-то кумбочки были. Вот даже цветы-то есть. Кто-то, может быть, за ними даже ухаживает. Такой огромный цветок. С собачками гуляет. Приемная комиссия, да? Это школа, скорее всего. А вот там написано, что это. Увижу, скажу вам. Ну, как-то темно. Деревья, деревья. Кто любит зелень. Ну да, спортивная площадка. Центр инженерных цифровых технологий. В общем, какое-то учебное заведение. Здесь. Ну и все, и дворы. Такие, как вы наблюдаете. Хорошего дня, ребят. Хорошего настроения. Примерно я вам показала, как это выглядит. Вообще, я обрадовалась, когда поняла, куда мы поедем. Новочеркасская. Мы с вами еще не были ни разу. Тут рядом метро Новочеркасская. Рядом Ладожский вокзал. Думаю, вот класс. Посмотрим. Может быть и классно. Пусть пятиэтажечки. Но если они ухоженные. У нас же делали... Программа была. Ремонт полностью пятиэтажек. Фасады. Внутри ремонт. Здесь, не знаю. Здесь, по-моему, этого дома не коснулось. Эта история. Вообще, этих домов. Ладно, ребят. Не будем усугублять. Я же здесь не живу. Я не знаю. Кому-то же здесь уютно. Уютно и хорошо. Поэтому вы смотрите, делаете выводы. Потом будете приезжать. Смотреть, кто соседи. Что вокруг. И выбирать. Все, пойдем смотреть, сколько отстают квартиры. Какое прекрасное солнце у нас сегодня. Голубое небо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok